Это вечерний эфир на теле, радиоканале Страна FM начинается! И здесь, как всегда, каждый будний день мы, Майк Бойс... Маш Новый! Ну, конечно же, мы все в одной солнечной системе, на одной матушке Земле, в одной стране, и поэтому мы все, как всегда, собираемся здесь вечером с шести и до семи поболтать с интересным человеком. Да, друзья, сегодня у нас в эфире будет очень много магии, он будет просто пронизан всевозможными чудесами и так далее. Кстати, мой первый фокус начался уже в гримерке, у меня уже не терпится в нем участвовать. Все, тогда прямо сейчас, минут на минуту приглашаем сюда, в эту студию, человека-мага, человека-микромага, макрочеловека, можно так его даже представить. Фокусник Олег Просколович! Олег, привет! Привет, привет! Привет, 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 всем привет, всем привет! И сразу смотри, с порога первый фокус, я закрываю за тобой дверь, что она как будто бы сама закрылась. Магия, магия! А я только поверила, привет, очень приятно! Можно так, да, наша девушка тебя смотрит? Так, все, все, я сажусь, я прохожу. Самый стильный человек, самый стильный маг. Спасибо, вы тоже отлично выглядите. Такой титул самого стильного человека? Самый стильный маг и волшебник. Есть, да, меня девочки любят, так называют. Да, самый стильный, хороший, да, есть такой. Друзья, я поясню. Мне нравится, как у тебя появился конкурент. Я даже не в борьбе, я у вас умолюю, я на скамейке запасных. Я сразу скажу, что почему мы говорим так о стиле, вот так броско, сразу с порога, потому что это первый человек, у которого на всех элементах, так сказать, одежды написано стиль. Стиль, стиль. На горле, на рукавах, на всем. Но на джинсах нету. Но зато в конце этих джинс есть кроссовки, на которых написан 41 размер. Люди, если у кого-то есть, да, ненужная обувь, то сразу оп, он 41, тебе подойдет. Но у меня следующий вопрос. Олег, скажи, вот стиль для фокусника, для иллюзиониста, это очень важно, когда ты выходишь на сцену. Есть ли у тебя, не знаю, какой-нибудь, как у Николая Баскова, знаешь, такой пиджак весь в стразах? Или это все пережитки прошлого и сейчас вот чем более... Рассказывай. Да, да, да. Да, поседневнее, тем круче. Я выступаю вообще в рубашке, я люблю более такой современный стиль, я не люблю фраки, какую-то классику. Что было удобно, ты же там руками работаешь. Вот такие перья, перья Филиппа Петрова за счет. Нет, это не люблю, люблю более какой-то современный стиль, рубашка, могу даже вот так, в принципе, выходить, выступать. Ну круто, ты такой человек из народа как будто, правильно получается? Есть такое, да. Как будто, мне понравилось это добавлять, кажется, как будто. Нет, но я все-таки считаю, что человек, который на сцене, он все-таки должен быть немножечко лучше, да, чем люди. У Олега есть секрет. Немножечко выше. Олег, позволь, я его раскрою. Расскажи. С Олегом работает обворожительный ассистент. Вот, а я и хотела, хотела знать. Поэтому во что бы не оделся Олег, все равно, то есть мужская половина сразу переводит взгляд не на Олега. Не на Олега. То есть даже если Олег бы стоял там с дельфином, не знаю, там с пандой, понимаешь, это неинтересно. Но Олег сегодня без нее. Расскажи нам, у тебя есть ассистентка, правильно? Есть. Есть. Мы с ней работаем уже полгода. Так. Так, вместе с ней мы уже думаем новый номер. Так, готовимся полететь в Голландию с этим номером. Так. Воу, какие заявки, смотри-ка. Удивлять членов жюри, фокусников, международных иллюзионистов. Так. Ну, подожди, а она голая все время появляется на сцене? Нет. Ты ее все время распиливаешь или как вы взаимодействуете? Она в платье, она в платье, она появляется, мы с ней выходим, она подает мне какой-то реквизит. И я показываю уже фокусы с этим реквизитом. Ну, смотри, вот эти вот известные фокусы вы делаете, там, распиливание женщины. У меня немножко другие фокусы, вы сегодня увидите, какие. О твоем формате, о твоем фирменном стиле. Я люблю больше фокусы на близком расстоянии. То есть, когда ты подходишь к зрителю, достаешь какой-то предмет, показываешь ему вблизи, он удивляется, это очень круто. Потому что, допустим, фокусы со сцены, там можно что-то спрятать. А вблизи ты подошел, ты показываешь, невозможно ничего спрятать. Смотри, это называется микромагия или я сейчас что-то путаю? Это микромагия. А, это и есть микромагия. Все. Я в этом хоть что-то понимаю. Я вот рос на макромагии, понимаешь, в моем детстве, я думаю, как и в детстве вот тех людей, которые родились в конце 80-х, в начале 90-х, был такой персонаж, его звали Дэвид Копперфилд. И он, собственно, стоял и скрывал статую свободы. Ты знаешь, ну некуда ее было там спрятать. То есть, она была и бах, ее нет. Ну там же зеркала и так далее, там же специальная какая-то конструкция. Нет, там не зеркала. А что там, Олег, расскажи. Олег, я 20 лет этого ждал. Я ждала. Это волшебство. Олег, там очень. Это просто магия, серьезно. Ну начинается. Честно, серьезно. Подожди, что вот это за солидарность? Вы никогда не раскрываете секреты других фокусников. Это наше правило. Фокусники не должны рассказывать секреты. Это должна быть загадка, тайна. Вот что. Подожди, я думала, что нам, Олег, сегодня хоть что-нибудь рассказывает. Не будет интересно, если ты будешь, например, знать секреты. Все, друзья, тогда мы с вами прямо сейчас погружаемся в наш музыкальный секрет. Смотрите, какая магия. Вот мы сидели, вы нас видели. Друзья, и третий фокус на подходе. Сначала был фокус с дверью, потом, когда мы исчезали. И вот третий фокус мы снова здесь. Появление. Майк Войс. Ну и, конечно же, Олег Просковович. Ну подожди, я хочу еще сказать, многоократный победитель конгрессов иллюзионистов в России, Украине и Белоруссии. И также член Международного общества иллюзионистов. Да, это я. Ну и участник многих телевизионных проектов, насколько мне тоже это известно. Да. Ну вот после какого проекта телевизионного ты вот прогремел, тебя там реально начали узнавать на улицах. Подходит и говорит, так это ж ты. Какой проект? Олег, это ж ты. Я могу, нет? Я могу. Я могу, все-таки. Да, после этого. Так. После этого. Ну расскажи чуть-чуть, буквально, вот вкратце. Как это было? Да, как это было? Я шел по улице, меня сразу все узнавали. Не, на самом деле я просто шел, подходили девушки, фотографировались, говорили. Это правда. Это ж ты, это ж ты. Да, это вы, это действительно, вы участвовали в этом проекте. Можете показать какой-то фокус, можете нас удивить. Ой, а можно я сейчас как та девушка? Это правда вы, Олег? Господи, это вы участвовали в этом конкурсе. Пожалуйста, можете фокус какой-нибудь показать? Конечно, конечно. Для вас будет сейчас. Что нужно сделать? Спасибо. А вы оставайтесь на своих местах. Мне так полиция после разговаривала. Вставайтесь на своих местах. Колода карт. Сейчас сделаем кое-что интересное. Полетела. Так. Маш, скажи, все карты разные? Просто скажи да. Да, разные. Да, да, отлично. Выбери любую карту, совершенно любую карту. Он мне подсовывает определенную карту, друзья. Не, реально, я должна ее тянуть, Олег, ну честно. Давай честно, давай честно. Ну давай нормально. Выбирай любую. Выбирай. Запомни, покажи Миша, покажи всем, чтобы все-все-все. Мне кажется, он подстроил. Чтобы все-все увидели. Послушайте, а здесь написано отпечатано на типографии города Тобольска. Это так надо? Да, она в Тобольске издавалась как раз таки. Итак, все запомнили карту, да? Помните вашу карту? Да. Теперь, Маш, твою правую руку вперед. Правая где? У меня правая. Все время теряется. Олег, дорогой, я понял смысл этого фокуса. Мы узнали, что Маша путает лево-право и не знает, где указательный палец. Спасибо тебе, друг. Да, я вашу уже 10 лет, да? Клево. Теперь твои две руки вперед, Маш. Давай. А, это оставляю? Это открывай. Смотри, пятерка не ваша карта. Не наша. Смотрите на пятерку. Один, два, просто сверху накрывай. Миша также сверху и снизу. Так, мечтала об этом. Мне кажется, я самая удобная, подопытная. Один, два, три. И медленно открывайте ваши руки и смотрите, что у вас. Раз, два. Медленно, медленно, медленно. И отпечатано в побоске. Дорогие друзья, я не знаю, как человек это делает. Это она. Я сам в шоке. Я сам в шоке сейчас. Это как-то происходит. Это там какая-то замена подмена. Это просто магия. Олег, давай по-другому. То есть ты хочешь мне сказать, что ты вот так вот идешь по улице, идут навстречу девушки, говорят, это правда вы. А я, кстати, тоже самое делаю. Ко мне тоже подходят люди и говорят, это правда вы. Я говорю, это правда я. Я говорю, да, это правда я. И все, дальше у тебя ничего нет. И дальше ты, у меня нечего. Никакого развития. А ты говоришь, смотри, у меня есть карты. У тебя всегда с собой колода карт. Всегда. А что еще нужно с собой носить всегда в фокуснику? Ну вот окей, колода карт, чтобы удивить. Ну а там, не знаю, может быть родители своей девушке удивить. Может быть родители носить с собой. Ну не знаю, нет, или какие-то еще предметы. Я всегда, например, беру с собой колоду карт и постоянно разминаю руки. Сейчас покажу примерно, как это выглядит. Чтобы они не замерзали. Кстати, очень хороший лайфхак, друзья, сейчас осень. Вот таким вот образом я растираю и делаю движения указательными. Какие движения? Теперь средними пальцами. Видишь, какие у него ловкие пальцы. Теперь безымянными, теперь мизинцами, теперь все вместе. И я сразу вижу, какие неидеальные пальцы у тебя. Повезло твоей жене, да. С такими пальцами твоими ловкими. Фу, у меня закружилась голова. Все, друзья, сейчас, да, минимальные движения пальцем. И мы с вами уходим на небольшой паузу. Скоро вернемся. Скоро вернемся. Наши уважаемые, те, кто нас смотрит, слушает. А те, кто нас слушает и смотрит, вообще правильно делают. Потому что Олег Просколович сегодня у нас в гостях фокусник тот самый. Показывает какие-то нереальные абсолютно вещи. Сейчас была у нас латина с картами, друзья мои. Да, пока играла вот эта композиция. И сейчас просто какие-то виртуозные движения картами. Олег, сколько ты учился вообще? Вот чтобы так, не знаю, феерично владеть всеми этими картами. Многие думают, что с самого детства. Но я занимаюсь фокусами 6 лет. Профессионально 6 лет занимаюсь трюками. А сколько тебе сейчас, прости? А сама учка сейчас 18. Серьезно? Да. А чего? Вот знаешь, если бы я подошел к тебе в 18... Ну, какая разница, ты же не делаешь. Девочка, ты можешь признать, что у тебя лет? Подумай, подумай над ответом. Вот представь, что ты бы ко мне приехала. Я подошла в 18 лет к тебе и спросила, чего бы ты добилась? Маша, в 18 лет или ты ко мне? Это не важно, да? Не, ему реально в 18 лет? Ему реально в 18 лет, да. Так, на секундочку. На секундочку. Да, на секундочку. В 12 лет ты начал заниматься фокусами? Да, да, да. О-хо-хо! Слушай, вот это реально круто. Это заслужит аплодисментов и... Лайк! Да, спасибо, спасибо. Правда, правда, круто. Ну, подожди, тогда у меня следующий вопрос. В 12 лет, мне кажется, что парни, у вас там какой-то переходный возраст начинается. Вы постоянно там, не знаю, на улице, девчонки, там что-то пробуете и так далее. А ты, значит, взял в руки карты и что ты начал с ними делать? Ну, знаешь, с чего все началось? Началось все с шоу Ильи Ларионова. Да. Школа волшебства. Знаю его очень хорошо. Да. Петербургский фокус. Я увидел фокусы у него с разными, с трубочками, с кольцами. Начал пробовать, начал показывать. На улице люди удивлялись. Было очень круто. И я как-то так подумал, что это мое. Мне нравились реакции, мне нравилось дарить людям радость. И я вот так и продолжил заниматься трюками. Ну, подожди, а ты записывал дальше вот эти все трюки? Илья Ларионов, он вообще в курсе, что он явился вот этим вот, понимаешь, гуру твоим? Я думаю, что не в курсе. Я думаю, что не в курсе, но ему нужно обязательно рассказать. Илья Ларионов, давай мы ему эту ссорию обязательно отправим. Не рассказывай ни про это, ни про что-то, что связано с успехами, ни Ларионову, ни Налоговой. Я тебе советую, как человек, который старше тебя несколько. Не надо. Ну, окей, скажи. Ну, постоянно же фокусы, они же как-то трансформируются. То есть понятно, что раньше было там популярно одно, сейчас там что-то другое. Вот сколько ты тратишь времени именно на то, чтобы подготовить новый фокус? Вот, чтобы было интересно всем. Этот вопрос я и хотел задать в самом начале, ты прям прочитала мои мысли. Почему? Потому что ты сказал, мы будем готовить фокус для Голландии. И вот у некоторых наших зрителей и слушателей есть непонимание, что значит готовить фокус. Вот мы с Машей... Типа вечерком сели, подготовили, да? Сели, вот как мы с Машей номерочек подготовили. И завтра в Голландию поехали. Молодец, а на частушку и все, понимаешь? Как обычно, стандартный набор. А у вас это, я так понимаю, но это месяцы работы. Годы. Годы. Годы работы. Расскажем. Я сажусь, например, ночью в 2 часа ночи или в час, беру колоду карт, включаю красивую классическую музыку, начинаю крутить карты, и как-то так и приходят какие-то новые идеи, новые фокусы. Или ты идешь даже по улице, видишь, какой-то камень просто валяется, берешь этот камень, превращаешь его в листочек, что ты уже думаешь, что с ним сделать. Как-то так и рождаются новые фокусы. Вот это очень интересно, ты сейчас рассказал. Плюс общение еще с коллегами-фокусниками, вместе мы обсуждаем, делимся какими-то секретами, не со всеми коллегами, но с некоторыми. Вот, и придумываем что-то мощное. Два вопроса. Прикладных абсолютно. Меня они очень сильно беспокоят, они связаны с деньгами, Маш, позволь я их задать. Да, пожалуйста. Карты-расходник. Насколько хватает колоды? Колоды карт? Вот это хорошая колода. Пластиковых нормальных покерных карт. Да, колода карт-байсикл, стандарт, ей пользуются в основном все фокусники. Да, я знаю, да. И хватает ее примерно, ну, не знаю, при бережном отношении год. Серьезно, да? Да. Год ты можешь спокойно ходить и удивлять. И второе. Пускают ли тебя, все-таки уже 18 тебе есть, пускают ли тебя в казино? И таких, как вы. Хорошо, правда. То есть можно ли или нет? Не пускают, потому что все знают, что я иллюзионист, и поэтому не пускают. Ну, реально, без шуток. То есть это такие штуки... Ну, подожди, в России, может, и не пускают? Ну, ладно, Белоруссии не пускают. В Белоруссии, да. В Белоруссии в черных списках. Ну, а где-нибудь там, где-нибудь там, за рубежом. Я серьезно, в черных списках? В черных списках. То есть ты не можешь прийти и сказать, я тут вот, знаете, в подкидного, так сказать, а делаю. Так нельзя? Нельзя. Запрещено. Нельзя. Ну, я знаю, куда ему дорога. Подожди. Нет, это... Нет, не туда, куда ты подумал. Не туда, куда ты подумал. Не, на самом деле, я не хожу в казино, я вообще не люблю азартные игры. Я просто люблю удивлять людей, радовать их как-то, дарить им новые эмоции. А в азартные игры я сам не играю, если честно. А дома? Ну, не знаю, девушка, но там все время в дурочка перекинутся. Может, пасьян сразу? Может, пасьян сразу? Сад сейчас у нас интересуется из руки. Может, на картах погадать? Да, может, там, да. Не гадаю, не играю в азартные игры, не люблю это делать, честно, вот как-то из принципа. А я умею гадать на картах, дай мне карту. Да, сейчас Маша погадает, а мы музыку послушаем. Сейчас у нас будет перерыв, восьмерка пик. Да, друзья, сейчас вам будет очень-очень хорошо, потому что у него у нас... Я выложил деньги. Олег Проскалович. Телефоны, все ценное, и я готов. Я предлагаю, вот Олег нам сейчас в перерыве рассказывал очень много о том, где он участвует, во всевозможных и телевизионных шоу, и в конгрессах, да, и везде ты побеждаешь и выигрываешь. Стараюсь. Вот как с этим человеком дальше разговаривать? Друзья, у вас просто самый главный конкурент, поэтому фокусники России трепещите. Олег, что ты хочешь показать? Я хочу показать вам фокус. Давай. Как это ни странно. Неожиданно. Неожиданно. А я готова. Всегда. Итак, колода карт. Миша, давай с тобой попробуем, окей? Давай, что нужно делать? Тебе нужно будет сказать слово стоп на любой карте. Ладошки, пройди, пройди, пройди. Слово стоп. Стоп. Поздно. Давай еще раз. Давай еще раз. Совремя опознает. Один, два, три. Стоп. Поздно, поздно, поздно. Хорошо. Давай, скажи слово стоп прямо сейчас. Стоп. Запомни карту. Покажи всем, чтобы я только не видел. Покажи Маше. Есть? Да. Все увидели карту? Просто повторяй про себя. Например, девятка пик, девятка пик, девятка пик, девятка пик, девятка пик. Как ты это делаешь? А ты умеешь хранить секреты? Да. Я тоже, поэтому не могу тебе рассказать. Теперь, Маш, давай две руки вперед. У него у нас сегодня есть ответ, понимаешь? Давай две руки вперед. Давай, давай. Накрывай сверху. Полностью расслабься, релакс, как говорят американцы. Итак, сверху не ваша карта. Не ваша карта. Какая наша карта? У вас была девятка пик, девятка пик. Да, девятка пик. Теперь сделай щелчок, как-нибудь так. Фокус продолжается, ребят, я уже переключилась. Уже девятка пик сверху, но это не самое интересное, сейчас будет самое крутое. Еще одна девятка пик. Да, да. Накрывай сверху и снизу, накрывай сверху и снизу. Накрыл. Один, два, три, и колода исчезает в ваших руках. Нет, не исчезает. Нет. Но это было бы здорово. Да, это было бы крутое. Смотрите, один рука. Я бы поверила магии. Просто второй рука. Один щелчок. Так. Если фокус не получится, вы будете виноваты. Вы будете виноваты. Сейчас ноги оголятся у Олега. Медленно, прям очень медленно. Открывайте ваши руки и смотрите, что у вас в руках. Очень медленно. У Мишки ничего, как обычно. У меня руки Маши, как и было. У тебя ничего? Маша, открывай и смотри. Да, это уже не колода. Слушай, это уже не колода. У меня истерика. Можно даже, знаешь, там была колода карта. Теперь там стекло, через которое, я смотрю на Машу, она там уже старая женщина. То есть, как бы. Не знаешь, что? Дай-ка я посмотрю. Ох, этот младенец. Понятно. Слушай, ну подожди, а можно я предположу, как это было сделано? Да, давай, конечно. Мне кажется, что ты заранее, значит, приготовил этот брусок стеклянный, да? Пластиковый. И накрыл его сверху картой и вниз картой. И снизу. Подожди, ну он же ими листал. Так очень много кто говорит. Конечно. И я ничего не понимаю, я сдаюсь, Олег. Ты очень крепко держала колоду. А я еще держал вот так. И да, и ты еще сверху держал. Да, по-другому. Это все ты виноват. Я знала всегда. На самом деле, карты просто слиплись, надо есть меньше сладкого. Это колода карт, потому что она заморожена. Вот перетасуй, попробуй перетасывать. Прикинь, она сейчас оживет. Нет, ее нельзя перетасывать, нельзя перетасывать на самом деле. Я жду, когда она оживет. Это невозможно. Самый главный вопрос я всегда задаю после таких вещей подобным людям. Мы что-то должны тебе подождать за это. Нет, ничего. Отлично. Ты не испортил свою настоящую колоду карт. Вы уже дали мне ваши эмоции. Слушай, а это можно теперь забрать или это твой реквизит все-таки? Или он должен остаться с тобой? Это я дарю тебе. Правда? Да. Ой, кусочек Олега. Кусочек Олега у меня теперь будет, а что, очень приятно. Олег, слушай, а вот некоторые люди, я правда не знаю, ты эксперт, а я нет, говорят, что самые крутые сейшены, которые проходят в вашей сфере, это Южная Корея. Да. Южная Корея, азиатские фокусники, все они прям чародеи, они приходят, делают настоящие вот фокусы. Очень сильный у них уровень. Очень сильный уровень в манипуляциях, в картах. У них очень крутые идеи, которые... Слушай, самые высокие уровни в манипуляциях, это у русских женщин. Королева фокусов, так. Есть. Корейцы самые сильные. Вот сейчас... А ты ездил туда на какое-нибудь мероприятие? Я ездил недавно на чемпионат мира по фокусам. Вот, расскажи, да, как это вообще все происходит? Собираются разные фокусники из разных стран. Так. Со всего мира. Со всего мира. Где это было? Это было... Так, это было давно, подожди. Не дам, не дам. Сейчас, подожди. Сейчас, Ланди, фокус придумай, где это было. Надо вспомнить. А, это была Корея. Это и была Корея, естественно. Корея, была Корея. Собираются разные фокусники международные из Америки, из Белоруссии, из России, из разных стран. Показывают свои какие-то идеи, наработки, свои авторские номера. Было исчезновение собаки? Собаки? Нет. Я была. Собаки не было. Были вещи покруче. Там исчезала колода, колода меняла цвет. А, слушай, ну, конечно, Олег, я недавно смотрел как раз политическую хронику последнего года в Южной Корее. И исчезновение половины государственного бюджета, там, президент страны отправился в Востоку. Нет, это не было для Чемпионата мира. Помню, помню, нам таких фокусов не надо, поэтому мы слушаем музыку и выдыхаем потихонечку. А я еще и шаржист зачем-то взял планшетку черную. Он сейчас будет зарисовать с натуры. Взял маркер, да, но на самом деле нет, конечно, Олег такого не мог сказать, но зачем-то бумага тебе нужна. Зачем? Я буду читать ваши мысли. Ты будешь читать. Не надо. Это нельзя показать. Давай, Олег, давай, давай. Только позитивно сейчас, хорошо? Так, ну ты тогда цензурными словами это все пишешь, ладно? Окей, ладно. Маш, давай с тобой попробуем. Я все время боялась этого конкурса, этого фокуса. Подумай сейчас об известном человеке. Подожди, сейчас не думай, не думай. Послушай, это, по-моему, уже было, ты в гримерке сказал это. Да, ну не выдавай сразу все козыри. Пусть люди думают, что мы не договаривались. Я сделаю просто хлопок, подумай об известном человеке. Я его постараюсь угадать необычным способом, ладно? Готово? Не называй, просто подумай. Окей. Есть. Да. Готово, подумала. Хорошо. Я сейчас не сказала это? Вдруг я? Нет. Ты не говорила же, нет? Нет. Я молчала. Так, подумай, мужчина это или девушка? Я думаю. Думаешь? Хорошо. Я вот думаю. А если я сейчас о другом подумаю? Скажи, ты кому-нибудь говорила имя этого человека? Нет. Кто-нибудь, может быть, мне говорила? Сегодня нет, тебе тоже не говорила. Никому не говорила? Никому не говорила. Кто-нибудь платил тебе деньги, чтобы ты говорила нет постоянно? Нет? Нет? Не было такого? Это, мне кажется, добрая воля, Маша. Он мне постоянно платит деньги. Вот и раскрылась наша взаимодействия. Так, хорошо, думаешь об этом человеке? Думаю, думаю. Я постараюсь его изобразить. Прям реально зарисуешь сейчас? Да, да, я не очень хороший художник, но я попробую. Скажи, вот только честно, это он? Нет. Да, это действительно он, смотрите. А, серьезно? Похож, да? Что, не похож? Нет. Ну, на Мишку точно не похож. Пока не похож. Хорошо. Ладно, на самом деле... С волосами ты ошибся. Так, давай попробуем, Миш, пока подержи. Давай, держу. Подумай, правда, вот о имени, фамилии этого человека. Может быть, отчество. Надо очень напрячься, скажи, Олег. Я просто думаю вот последние три минуты о нем. Это очень сильно. Итак, хорошо. Давай я еще сильнее подумаю. Мыситный процесс для Маши, это действительно напряжение. Так. Я попробую, на самом деле, это очень сложный фокус. Я включил все резервы, ребят. Я попробую, честно. Прямо сейчас громко и четко назови имя человека, о котором ты подумала. Называй. Все, могу уже, да? Ты откинул маркер. Да. Иван Ургант. Подожди, не Брэд Питт, нет? Нет. Но это Иван Ургант. Да, да, это действительно Иван Ургант. Каким это образом ты сделал, Олег? Представайся, пожалуйста. Я не знаю. Это просто... Подожди, давай мы расскажем всю предысторию. Давай по-чесноку. Что было до этого? Люди же не понимают, которые подключились, что было. Олег подходит ко мне в гримерке, достает также колоду карт, только там были карточки, на которых написаны разные известные личности. Он говорит, тяни, я, значит, вытянула, на карточке было написано Иван Ургант. Он говорит, запомни, никому не показывай, тебе это пригодится. И вот сейчас, значит, я никому реально ничего не сказала, друзья. И вот Олег пишет на бумажке Иван Ургант. Да. Подожди, ты мне, значит, подсунул специально эту карточку, да? Ты могла выбрать любую. Я могла выбрать реально другую карточку. Там были разные карточки. 54 листа карт, я правильно понимаю? Абсолютно разные, абсолютно разные личности. Ты взяла карту. Я взяла карту. Ты не договаривалась ни о чем. Ты могла выбрать кого угодно. И Майкла Джексон, и Джексон Джексон. Подожди, а ты можешь сейчас угадать, как зовут моего мужа? Ага, подожди, какое-то мужское имя, какое-то мужское имя. А что, вдруг он реально умеет читать? Ну, наверное, это... Это... Миша, Миша. Как? Миша, не могу. Нет, мы просто работаем вместе, я тебя умоляю. Да, я понял. А вот тут не попал. Все-таки, все-таки, да. А как его зовут? А это уже не важно. Все. А скажи. Зачем? Я сейчас покажу тебе фокус. Вадим. Я так и знал. А-а-а. Серьезно? Я так и знал. Все, давайте. Любимый фокус, друзья. Мы скоро вернемся. Сегодня очень интересный гость. Олен... 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 Олен Делон, приятного познакомила. Олег Проскалович, друзья. Давайте продолжим. У нас финальный выход уже в этом часе, поэтому максимально быстро, сжато, коротко, где в ближайшее время тебя можно увидеть с твоим иллюзионом. В ближайшее время везде сцены, площадки Москвы, любые вообще. То есть ты принимаешь участие в разных мероприятиях, которые организовываются. Не знаю, города, городские мероприятия и так далее. В Инстаграме у тебя можно это увидеть, правильно? Ты же выкладываешь все отлично. Как тебя найти в Инстаграме? Олег Промэджик. Олег Промэджик. То есть профессиональная магия? Да, Олег Промэджик. Олег Профессиональная магия. Друзья, ну а чтобы проще вам было найти, заходите, пожалуйста, Страна.фм в наш Инстаграм-аккаунт. Мы Олега там уже, кстати, отметили, фоточку опубликовали. Давайте, ваша задача теперь все это отлайкать дружно. Слушай, а вот скажи, Олег, все-таки есть ли какая-то вот высшая цель? Потому что, знаешь, 18 лет. Да, вот 18. Да. Ты определился со своим будущим 12 лет. В 12. То есть в 6 лет не было сомнений, ничего. Ты шел, соответственно, как шел, занимался, чем занимался. Обычно у мужчин все-таки это происходит не в 12, а в 52 где-то. Я думаю, в 30 происходит. Да, не, не, обычных 52 у мужчин происходит, они начинают понимать, что они хотят на самом деле. Неминуточку взрослее. Скажи, ну раз у тебя в запасе столько времени, чего ты хочешь в итоге добиться? Я хочу победить на чемпионате мира по фокусам. Вот сейчас я готовлю как раз-таки номер, который в дальнейшем я планирую показать на чемпионате мира по фокусам. Средний возраст чемпионов какой? Лет 25. 25-24 примерно так. Молодой достаточно возраст. В основном азиаты, я правильно понимаю? В основном азиаты. Хорошо, что дает это преимущество? Ну вот ты победил, и особо много о тебе никто и не узнал. Дальше что делать? Тебя приглашают на различные мероприятия. Так. Там есть... Или для победителя есть какие-то привилегии все-таки? Есть привилегии, да. Ты становишься чемпионом мира, соответственно. Маленькая привилегия. Ну небольшая, да. На год, правильно? Ты гастролируешь, ты показываешь свой номер. Олег, корону вручают? Корону? Ну что там, иллюзионистам вручают. Дает конверт. Конверт. Вот, ради чего? Все понятно. А чемпионат мира раз в год, раз в два, раз в четыре? Дает кубок. Победители, чемпионы мира. И конверт. Смотри на то, чтобы ты мог дальше развивать свою деятельность. Правильно? Да. Может быть, поставить свое шоу. А периодичность-то какая? Периодичность? Как в футболе раз в четыре года или каждый год? Как? Раз в четыре года. Раз в четыре года? Как раз-таки проходит чемпионат мира. А вот в этом-то вся загвоздка. Слушай, я думала каждый год. Я бы подумал насчет чемпионат мира. Куда может поехать чемпион мира по фокусам? Мне кажется, это будет Лас-Вегас. Вот единственное. Кстати, там еще не было. Там еще не было. Я надеюсь, что там как раз-таки и будет следующий чемпионат мира. Еще не было. А, серьезно? Да. Слушай, ну подожди, а ты с фокусами вообще куда выезжал за границу? Где ты был, не знаю, показывал? Как там люди реагируют? Ой, я был везде. Я показывал фокусы в Египте, в России, еще в одной стране. Не буду ее называть. Подожди, в Египте ты там аниматором работал? Или это другие истории? Это другие фокусы. Другие фокусы. Да, я выступал, ну, как иллюзионист со своим шоу. О, круто. Да. Россия, Беларусь, еще в дальнейшем планирую. Германия, Голландия, Лас-Вегас, я надеюсь, что тоже будет. Слушай, вот не то, чтобы я интересовался для налоговой, а вот там трудовая книжка, налоги, там это вот все. Или это магия, это чистая магия? Так, только это... Макс, ну ты вот вечно такие вопросы затрагиваешь, знаешь ли? Это чистая магия. Слушай, мне вообще нравится вот эта тема. Может быть, мы с тобой как-то ларек организуем, а будем говорить, что фокусами занимаемся. Чистая магия, не НДС, а ничего, понимаешь? Ну, подожди, 18 лет, а ты параллельно еще где-то учишься? Да. Или ты уже все закончил? Сейчас я учусь в эстрадно-цирковом училище на эстрадного артиста. У меня есть мой преподаватель Михаил Романович Циталашвили. Мы с ним занимаемся как раз-таки разработкой новых номеров и что-то пробуем новое делать. Круто! Он мне помогает. А в дальнейшем в цирке-то будешь работать? В цирке? В цирке. Можно и в цирке. Ну, это же очень прикольно, мне кажется. Я думаю, что да. Но выходить в шоу, на арену. Хотелось бы, может быть, даже, знаешь, где-то в театре или со своим шоу. Может быть, не в цирке. Скорее, не в цирке. Хорошо, окей. У нас есть заготовленный номер, он у нас всегда один и тот же. У нас единственное, разнятся анфеты. Мишка все заговорит сначала. Олег, не думая, отвечай. Это Блиц. Для меня самое важное в жизни? Фокусы. Идти по жизни с юмором это? Это быть радостным каждый день. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Проводил время со своими близкими больше. А 3018? Я все равно проводил время с близкими людьми. Если бы не юмор и фокусы, я бы сейчас? Я бы сейчас не был бы здесь. А ты здесь, Олег. Да, Олег Просколович был сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо, спасибо.